...который был у нас тоже, соответственно, класс Пи, как вы помните, корень, и класс НО, это просто звено, по сути, служебный класс, даже более, он может быть погружен в друг класса Пи, для того, чтобы звенья могли быть не только уверены, но в каком-то звенье у нас были списка двух связанных, да, у каждого есть свое звено, поэтому принт будет, наверное, разумным, погрузить этот класс в дерево, я перепишу еще раз, класс 3, как они, как он был с вот этим медикатиком, пусть он будет погружен в дерево. Ты мне позвонил? Нет, он сам пошел. У меня есть класс дерева, вы его ехали вместе, у которого первым делом внутри объявлен класс музеев. Вас что-то смущает? Смущает. А? Смущает. Класс в классе? Класс в классе. Класс, записанный в классе. Значит, обратите внимание, у нас вот этот класс является чем? Пространством имен. Правильно? Класс. Любой класс является пространством имен. Еще надо, друзья, сейчас трансляция наладится. Имена классовых атрибутов, классовых методов, классовых классов, которые описаны в пространстве имен класса. То есть, на самом деле, вот этот класс новых будет иметь длинное имя, чтобы обратиться к нему извне, да? Слишком высоко. Мне придется как-то обращаться к нему. Три точка новых. Можно написать? Да. Так, понятно? Ну, я не могу с тобой добавлять. И там у меня в конструкторе будет код создаваться. Итак, для класса новых я пишу его конструктор. И что мы должны задать, когда мы создаем узел? Ну, собственно, данные, хранящиеся в нем. Есть, еще раз скажу, два варианта. Первый вариант, когда у нас там хранится только ключ. Второй, когда там хранится и ключ, и значение. Я сейчас буду туда класть, ну, поскольку мне много тут будет писанина, вот сегодня я буду класть туда только ключ. Потому что доставать по индексу значение, менять его по индексу я не буду. МФТ, я принял решение, что я буду сейчас туда данные в ключ отправлен. Понятно? Это просто ключ? Поэтому я сюда вписываю в лайки, они же хранимые данные. Можно назвать словом data, но я подчеркну, наверное, что это... Ну, или давайте так, я напишу вот здесь, что это данные, а когда я буду закладывать в сел, то я заложу в ки. И все, какие атрибуты у меня есть у звена. У него есть self-parent и по умолчанию none. У него есть left и по умолчанию none. Right, self-right тоже по умолчанию указывает в никуда. Даша, ты знаешь, что очень хорошо записывается все наши разговоры? И все знают, что я всегда пишу кармандашом код. Мощь. self-right равно none. И self-key равно data. Данные я отправляю в ключ. Все. Больше в самом классе ноут я могу ничего не делать. Но я могу, конечно, здесь заменить метод стр, так, чтобы им можно было печатать, чтобы он печатал только ки. Ну, в смысле, ки. Но я не буду этого. Надо мне к тебе просто обращаться. Звено точкой ки. И конструктор к классу 3. Dem init. Что я буду делать? По умолчанию я создаю пустое дерево. А именно я создаю cell.ru Такое имя. И это имя будет у меня ссылаться на... Что? На нам. Что мы с вами делаем? Мы в прошлый раз сделали, по-моему, только две функции. Первая функция осуществляла рекурсивный обхоз и распечатку. Ну, порядочный. Ты записала верх носки? Я записаю верх носки. И вторая функция, которую я сказал, но, по-моему, не реализовал, это поиск. Правильно? Угу. Вот давайте сейчас распечатку мы с вами пропускаем, а поиск мы пишем. Значит, то, что я буду продолжать, и, естественно, мне придется переходить на следующие доски, оно будет сейчас начинаться от сих. Понятно? То есть метод, вложенный в дерево. Метод вложенный в дерево. Итак. Поиск узла, добавление узла в дерево. Вот это вот ключевые сейчас пока что вещи. Ну и потом будем решать вопрос с удалением. Итак, поехали. Значит, def def Сейчас уточку здесь как-то назвать. Ну, давайте возьмем это find, что ли, да? def find Вот эта функция find сейчас будет, можно написать ее рекуррентно, но я не хочу сейчас рекурсии. Это, мне кажется, будет увеличить ясно. Она будет начинать искать значение data в классе self в объекте self, да? Она будет искать какие-то данные среди его ключей. Возвращать что она будет возвращать? Возможно, такой вариант. Либо она возвращает true-false, тогда она будет работать точно так же, как для send, для множества, работает in x in a. Так, где a может? True или false? Вот. И ну, у нас, надо сказать, как раз с множествами нет такого механизма, а узнать, в каком именно там месте у множества хранится этот x, да? Такого нет. Я могу попросить у множества удалить элементы, все. Да? Поэтому я сейчас, давайте здесь не буду пытаться возвращать указатель на экземпляр класса звенок. Хотя, как можно было бы сделать? Потому что, обладая этим указателем, я много чего смогу реализовать. Понятно? Оба варианта возможны. Вы даже не знаете. Давайте сейчас сделаем как раз вот этот вот find сейчас. Таким возвращающим указателем на звенок. То есть, я хочу найти, как бы вот, ну не индекс, да? Понятно, у меня не индекс, структура-то данных дерева. То есть, у меня узлы находятся в такой вот структуре. То есть, раз узел, два узел, три узел. Да, они вот в такой структуре, да, так они валяют. Поэтому тут индекса нет, такой элемент. Но вот указатель, ссылку на звено, я могу поиметь. И я могу гулять по этому дереву. Поэтому у меня find возвращать указатель на звено, если оно найдено, и нам, если не найдено. Итак. Первое, что я делаю. Мне будет нужно начинать с верхушки дерева. Я беру некий указатель на самое верхнее звено. Да, а именно, давайте, P, какой-то, P равно self-root. Итак. Я искренне верю, что у меня там, собственно, звено, ну или нам. В каком случае там нам? Если у меня дерево еще пустое. То есть, только что создано, еще в нем ничего нет. Но НАТО может. Теперь, что я буду делать? Я буду непрерывно спускаться по этому дереву до тех пор, пока что. Пока P из нот нам, пока P, я для того, чтобы продолжить условие на следующей строке, я возьму скобки. Скобки у меня тут строка. Пока скобка открывается P из нот нам, и при этом, и при этом, и при этом, P точка ки, ну, P являясь указателем, ну, в смысле, ссылкой, да, на звено, я просто могу взять и посмотреть P точка ки, а какой ключ у этого звена. Так вот, пока P из нот нам и P точка ки неравен ки, так? Неравен ки, да? Продолжать. Что делать? Что продолжать делать? Да, я замечу, что последовательное написание здесь очень важно из-за ленивости оператора И. потому что если у меня P нан, то есть там никого нет звена, то попытка достать у него ключ приведет к ошибке. Поэтому мне очень важно то, что я к моменту, когда я буду проверять правую часть этого условия логического, то P уже точно нот нам, а если он нам, то уже ложь, уже вышли из цикла. Ясно? Поэтому тут последовательность важна. Дальше. Что я делаю? Если я сюда попал, значит у данного звена ключ не равен дейту. Правильно? И оно не нано. Значит ключ либо меньше дейта, либо больше дейта. Ну или наоборот лучше сказать дейта меньше ключа или больше ключа текущего звена. Что я сделаю? Я скажу так. Если у меня данные, которые я ищу больше, чем ключ текущего звена, вы уже написали больше? Значит тогда будем право идея искать в начале. А нам все равно, потому что здесь кто в начале нет, не важно, потому что здесь либо-либо. Все зависит от данных по сравнению с ключом. Если данные больше, чем P, то что я делаю? Я говорю P равно P точка write. Что я сделал? Я пересел указателем с звена. Допустим, у меня указатель P был вот сюда. Я пересел и стал ссылаться на вот это звено, поскольку оказалось, что при том, что ключ искомый, искомые данные не совпадают с этим ключом, и эти данные больше, чем ключ. Значит, это надо искать где-то тут. А где, мне покажут дальнейший поиск, собственно, циклический. Так, отлично. А иначе? Ну, а иначе что? P и не равен дейта, значит, единственный возможный вариант, что он был меньше. Тогда P равно P точка лев. Там продолжаем искать. Соответственно, к моменту, когда цикл заканчивается, что у меня происходит? Ну, либо я добежал до просто упора, и P указывает у меня, то есть у меня здесь не ключ, да, а лев у меня ссылается в никуда, и P начинает на нам ссылаться. либо P окажется равным нану, если у последнего листочка ключ не совпал с ком ими данными, да, либо я остановлюсь, найдя данное, я остановлюсь ровно на нем, и P окажется равным, собственно, его звену. поэтому здесь вот я просто делаю, что return от этого звена благодаря left, right и parent я смогу побегать по всему дереву, если мне это будет надо. Понятно? Так, ну что же, все понятно с вами? Теперь давайте реализуем добавление. Назовем его deminsert deminsert self-data Итак, я вставляю новые данные. Ну, первое. Двоичное дерево поиска не предполагает двойного хранения одного ключа. одно и то же число не может храниться в дереве, в двоичном дереве поиска, не может храниться дважды. точно так же, как с set. Там не может дважды храниться элемент. Да? при этом, если бы у меня были значения, кроме ключей, то значения могут повторяться сколько угодно раз, так же, как у словаря. Ключ разные, все ключи, да, а значения могут повторяться. Но у меня сейчас значения не храню, поэтому у меня важно проверить перед вставкой, что у меня этот дейта отсутствует, потому что если он присутствует, сразу выходит. Да? Ну что же, а давайте запустим файл. Давайте запустим файл. Я сделаю так, p равно self.find дейта. Итак, если он у меня не нам, то я сразу прекращаю. Правильно? Да, я сразу прекращаю. Я сейчас думаю, может быть, ладно, я записал уже так продолжая. Если p is not нам, и p is not нам, то просто return и все до свидания. Никаких звеньев создавать не надо. Итак, если мы сюда попали, значит у нас p нам. Нету такого элемента. что нам надо сделать? Ну, будучи честным, по-хорошему, нам надо точно такой же поиск организовать, но остановиться раньше. Раньше остановиться буквально за секундочку. То есть, в момент, когда я потерял указатель на разум, а в момент, который я указываю на нам, я уже не смогу вернуться назад дальше. Потому что у нано нет parent. Понимаете, это просто уже ничто. То есть, мне очень важно следить не за самим указателем p, а за тем, куда я сейчас собираюсь двигаться дальше в процессе поиска. Понятно? то есть, мне будет очень важно вот в этот момент, вот в этот вот момент посмотреть на этот вот этот указатель, скопировать не в сам b, стирая p старый, а назвать его как b или n, ну, n мне нравится, new, да, новый, или nb, new p, и посмотреть на этот nb, а он, собственно, на none или нет. И в момент, как только этот nb окажется none, в этот момент я останавливаю свой поиск и говорю стоп, вставляем туда новый узел. Понятно? Причем этот nb может оказаться либо слева, либо справа, да, но вот очень важный момент, что вот я в этот момент могу посмотреть на него. А, еще один момент, вот, опять же, сейчас пока планируем, да, теперь не менее. мне очень важно будет у родителя, у самого p, который последний еще значащий узел, у него вписать указателем этот вместо nano вписать указателем налево или направо указатель на новое звено. При этом есть еще один момент. Звено я по-любому должен создать, если у меня в принципе self-find оказался nano. Понятно? И нет, наоборот, оказался не nano. Вот. Значит, поэтому вот в этот момент я первое, что сделаю сейчас, это заготовлю звено. Заготовлю звено, положу в него данное. А потом уже буду к нему подстуковывать указатели на родителя и родителя на него. Либо лево, либо мое. Итак, первое. Значит, p у меня по-прежнему будет вот этим ищущим указателем сейчас. Да? А звено у меня будет называться node. Ну, равно ну, и как я уже говорил, теперь я должен на него ссылаться в 3.node. и передаю ему данные для создания звена data. Ну, он создаст вот эти вот атрибуты, в частности, key, где заложит мой data. Так, так. Теперь, поехали. Начинаем, собственно, поиск от корня. p равно self-root. Теперь, как мне обеспечить, собственно, остановку? Как мне обеспечить остановку? Еще линоба задержать. Сейчас, я думаю. Дело в том, что меня подмывает сделать остановку через break. Потому, что у меня будет либо одна, либо другая ситуация. Да, но если я после того, перешагиваю, как бы середина цикла, я думаю, можно ли это обойти, чтобы делать это нечем. можно, но будет лишний текст, лишний пол, где пол литерации придется переписать сверху. Может быть, это было бы правильней, но, вы знаете, я сейчас пожертвую правильностью, чтобы это записать короче. Потому, что по-хорошему, где можно не выходить из цикла через break, лучше не выходить из цикла через break. Да, еще один момент. Вот этот подход остановлен, вообще не подходит p, из нот на, то есть, p равно на, ну, не должно такой ситуации возникнуть, до этого, за шаг должен останавливаться. k не равно, он никогда не окажется равным data, поэтому меня сейчас не тот, не тот не устраивает. И еще раз говорю, я выходить буду из середины при помощи break, поэтому я сейчас напишу здесь цикл, напишу цикл while true, пока всегда. Итак, что я делаю циклически? Значит, первое, я в данный момент сейчас одну подачку, подожди, чтобы я только не набрал. И еще один момент, тоже важно на этапе обсуждения рассмотреть. Дело в том, что self-root может оказаться равным нам. Это особенная ситуация. Вы помните о том, что дерево пустое, по сути, деревом не является. Да? В этом случае сейчас, если я начну начинать от этого P, который сейчас self-root, начну что-то делать от него, а он нам, это будет неправильно. То есть, должна у меня отдельно обработаться такая ситуация, когда self-root это нам. Поэтому, я сейчас скажу так, если у меня self-root из нам, если self-root из нам, в этом случае мне достаточно, что сказать. А теперь, вот это созданное звено ноут, это и есть новый корень. да, у него P нету, да, left-right у него нету, и это правильно. Просто, ну, корень. Поэтому я умешу как-то же в углу. В этой ситуации мы так обработали и в self-root из нам, тогда я говорю, self-root равно звено. Ну, и еще раз, я вместо того, чтобы написать слово else и все остальное погрузить вглубь, и я сразу сделал return, ну, потому что все, больше выполнение закончено. Дерево подправлено, хойню у него новую поставлен, все, return. Else не пишу, потому что если if случился, то мы уже вышли. это функция insert, она ничего не возвращает. Она меняет дерево, создавая в нем узел с соответствующими данными. Я пока что оттек две ситуации. Первое, что не надо ничего добавлять, потому что такой ключ в дереве уже есть. И второе, я оттек ситуацию, когда дерево было просто пустым. Тогда добавление производится просто взяли и сказали, а теперь корень равен этому узлу. Узел я перед этим создал. Ясно? Так, и так теперь таким можно начинать поиски. Так, я равно sell труд, мы теперь поем. пока true. While true. Итак, P точно не нам, P точно указывает на какой-то узел. Значит, я либо добавляю слева к нему, либо справа к нему. Давайте найдем N, P. При этом но кто-то добавляет то, что-то будет у меня фактически влево или вправо мы пойдем сейчас. Давайте так. Н, P не понадобится. Первое, что я делаю, это я спрашиваю и if собственно data вот давайте все-таки налево, да? Я налево первому пропаду, я не буду следовать там, что там. Если data меньше, чем P. точка P. Что я делаю в этом случае? Что я делаю в этом случае? А у вас еще один курсор, который держишь в котором? Пока N, P пока не создал. У меня есть ноут, который хранит просто звено, и P, который сейчас держит указатель на звено, ссылку на звено, которое я ищу бегаю по дереву ищу куда мне притыкать. Причем меня интересует ситуация, когда у P с нужной стороны окажется пустота. Либо слева, либо справа, а там как раз пусто, и в этот момент я туда подоткну и сделаю break. Понятно? Не можем просто find не пользоваться? Не можем, я уже объяснил почему. Потому что find вернет мне указатель в итоге на none, я не смогу от нана вернуться к последнему узелку, который еще на что-то разумное указан. У нана нет параллель. Итак, поехали. Если я должен вставлять эти данные слева, первый вариант давайте наилучший рассмотрим. Наилучший вариант это какой? Что у нас собственно слева пусто. Что у меня под случай этого случая такой если у меня п. точка лев равно лев равно нельзя говорить про нам из нам то есть надо вставлять налево а слева никого что я делаю радуюсь и праздную и на место п лев я поставлю звено да надо налево и слева никого тогда я говорю п. точка лев равно звено ноуд так что еще а теперь у звена ноуд паранта прописать его паранта это п да так дальше соответственно ноуд точка паранта паранта так мы выстроили я сюда п указывает вот сюда я вот у меня есть ноды которые указывают на звено добавляемое да я этому товарищу лев который указывал никуда проверить что туда можно добавлять как раз я указал на звено а у нода паранта я настроил на п связи быстро оно встало дерево да так 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 да брейк брейк нет не помогает и брейк здесь нужно сделать брейк потому что мы закончили на самом деле здесь можно не только брейк здесь можно даже не только брейк сделать а можно и реферн сразу добавление закончится нет а правило может уберется в стране если мы говорили но правило это сегодня ну поскольку у тебя там ничего не будет я могу и брейк оставить ну ладно двигаемся дальше иначе иначе а если нет если у меня слева есть звено ну тогда по правилу двоичного дерева поиска я должен продолжать поиск там ниже ну в этом случае я делаю то же самое что делал так вот это p равно p левку а я говорю а иначе p равно p точка левку вот никакой p не понадобился в итоге осталось написать ситуацию с добавлением вправо то есть у меня еще есть вот r так их да и мне нужно к нему написать else к нему надо написать else я вот сюда спешу вот это уровень этого ифа вот к нему else поскольку я точно уверен что ни у одного звена p не равен дейта то вот это место это где дейта больше чем п и добавлять нужно в правое по дереву а тут все будет очень похоже я спрошу если у меня p write собственно изгнан то тогда тривиально я просто в p точка write кладу звено так и что еще я делаю звено в качестве родителя в node точка p я кладу p и прерываю если же нет если там не пустота справа то тогда я запускаю продолжение вот этого вайла я меняю p пересаживаясь на правое поддерево на его подвершинку и говорю теперь туда пытаемся ниже опускать и добавляем иначе соответственно я перехожу сменяю p на вершину правого поддерево да можно с добавлением понятно себе собственно все собственно все я еще раз сказал вам что большие проблемы у нас будут с удалением и соответственно с вопросом балансирования давайте сейчас сделаем перерыв 5 минут после перерыва я вам расскажу про то как балансируется дерево про то что такое собственно сбалансированное и немножко про механизм оставайтесь с нами дальше лучше обзорить сейчас вопросы связанные с балансировкой дерева очевидно что дерево которое висит только в одну сторону оно просто имеет плохую симпотику поиска ну по сути равную списку или ухудшающуюся сильно дерево должно ветвиться да и оно ну понятное дело что оно в каком-то смысле не перекажется но не перекажется даже асимптотика больше для его желания балансировка у меня для тебя подарочек кстати есть еще так так давайте определим что значит что у нас дерево сбалансировано есть дерево поиска да здесь не просто дерево двоечное дерево поиска двоичное дерево поиска Сбалансированный вес Сейчас друзья, сейчас все будет Для каждой его вершины Для каждой его вершины Высота Левого И правого От дерева Высота левого и правого От дерева Отличаются не более чем Не более Чем на 1 Нарисуем такое дерево Которое максимально Закошено, но еще не завалено Давайте попробуем Такое дерево, которое В нем много вершин, но оно вот закошено Но не завалено Итак Смотрите Я могу добавить в левое под дерево Одну вершину Да, кстати, интересный вопрос о высоте под дерево При обсуждении вопросов Связанных с двоичными деревьями поиска Высотой под дерево Часто У нас вот это ребро Включается в высоту под дерево Это сделано специально, чтобы у меня Пустое под дерево Оно было нулевой высоты То есть вот сейчас Это двоичное дерево поиска Но я не пишу значение Достаточно структуры Оно у меня Является сбалансированным Но у меня есть наклон Да, то есть у меня Левое под дерево Имеет высоту H.L. Равно 1 А.H.R. Равно 0 Понятно? Хотя, если бы я Говорил именно о под дереве То правого под дерево Просто нету Потому что оно не дерево Нет корня Нет вершины Оно как бы не дерево Мы договорились Что для двоичных деревьев поиска Мы будем считать пустое дерево Дерево Так? А раз так то нам хорошо бы его назначить какую-то высоту. Так мы говорили, высота дерева это что? Это количество ребер от корня до вершины. Максимально. Здесь был бы 0, потому что от дерева корнем является вот эта вершина. Расстояние до вершина к 0 максимально. Я бы сказал, что высота... Но получается, что здесь плюс 1 я к той типичной высоте пишу, для того, чтобы пустому дереву выдать высоту равную 0. Ясно? Двигаемся дальше. Значит, это сбалансирование дерева. Давайте попробуем еще побаловаться. Вот так вот. Раз, два, давайте пока ровненько. Это понятно. Это понятно, идеальный баланс. Давайте еще немножко. Раз, два, три, а сюда торчит. Давайте посмотрим, сбалансированное ли вот это дерево. Да. У этой левая 1, правая 0. Ну, она у меня уже вот проведена, да? У этой, у левой 2, у этой, у правой 1. Высота, да? Все нормально. У этого оба 0. у каждой вершины высоты левого и правого отличаются не более, чем на 1. Так, давайте еще что-нибудь нарисуем. Давайте вот так вот сделаем. Раз, два. Это ручка. Нет, ну понятно, что сейчас у меня это нормально, а тут, конечно, закос на эту сторону. Давайте немножко подлиннее сделаем, да? Я сюда сбалансирую, вот это там. Сбалансируем? Нет. Нет. Ну, давайте добавим сюда еще немножко чего-нибудь. Ну, это вот все как-то. Сбалансируем. Видите, что сбалансируем? Смотрим. Давайте, вот что я предлагаю сделать. Представим себе, что вот этот баланс я могу нарисовать как бы, как человечка, который, если у меня баланс идеальный, то этот человечек стоит вертикально. Ну, мне удобно стрелочкой нарисовать. Если у меня высоты разошлись, то, как бы у меня наклон произошел, да? И вот в этой вершинке наклон на 45 градусов. Вот у этой тоже, у этой ровненько, да? У этой наклон на 45 градусов, да? У этой, соответственно, ровненько, у нее 0,0, да? У этой наклон на 45 градусов. Передняйте. Да? Понятно? У этих как. Соответственно, у этой ровненько, у этой наклон на 45 градусов, да? Она наклонилась, у этой ровненько, у этой наклон, вот сюда, да, у этой, соответственно, у этой ровненько, у этой наклон налево, между прочим, да, что не мешает, впрочем, у этой, а, ну, у этой тоже получится, кстати, наклон налево. Ну, наклон там направо, он усилляет тоже, не изменится. Ясно? Давайте еще нарисуем дерево, которое будет не сбалансировано. Ну, ничего особенно сложного. Да, вот, например. Он уже все гарантирует. Он уже все гарантирует. Вот так. Это дерево. Не сбалансирует. Например, вот тоже все. В этом случае, что у меня получается? У меня, да, единственное, что мне бы сейчас хотелось все-таки, чтобы у этой ровненько тоже были... Хотя, давайте на секундочку, на секундочку, потом я лучше перерезаю. В этом случае у меня... Как это могло возникнуть? Допустим, у меня была вот такая ситуация, да? Вот такая ситуация. Я добавляю вершину, я ее добавляю по правилу двоичного дерева, которое смотрит на ключ и говорит, в левое под дерево. В левое под дерево отправляет вершину новую сюда. И эта новая вершина, она вела и поменяла балансировки у всех вершин. Соответственно, у всех вершин вот туда вот к корню. Что у меня происходит? Ну, налево она закашивается, да? Вот туда, налево. И эта левее уехала, да? Поскольку у меня от этого высота увеличилась, да? То и здесь, соответственно, у меня балансировка изменилась. Оп. Да? Высота вот этого увеличилась? Увеличилась. Да? А значит, ладно бы оно выровнялось. Если бы оно выровнялось, то ничего страшного не было. Сейчас я покажу. Если выровняется, то страшно не будет. Вот. А здесь она именно закосилась еще, да? А значит, и там будет, соответственно, закашиваться. Но оно закосится уже в криминальное состояние. То есть, если бы человека вот так вот он еще может держать, да? А чуть-чуть сильнее он уже падает. То есть, вот это уже у нас как раз признак того, что у нас дерево разбалансировано. Понятно? Просто что с этим дальше делать? Потому что нормальными являются состояния какие? Я их могу назвать так. Это состояние как бы минус один, ноль, плюс один. То есть, это минус один состояние. Это состояние ноль. У меня есть кто-нибудь плюс один. Что-то у меня никого нет в плюс один. Ну, давайте я один перетисую, чтобы был плюс один. Вот этому товарищу вправо нарисую. И, соответственно, у меня будет торчать только как вправо. Да? И у этой вершинки получится у нас баланс плюс один. Понятно? То есть, закос влево, то у меня... А эта ситуация, это у меня уже получается минус два. Да? И это ненормальная ситуация, требующая решения. Что с этим делать? Спрашивается. Что с этим делать? Есть такие операции, которые позволяют выровнять. Давайте так. Я сейчас сконцентрируюсь на трех вершин. На вершине, которая разбалансировалась. На ее поддеревьях. Левом, правом. То есть, на их вершинах. И на, соответственно, поддеревьях них. Рассмотрим следующий вариант. Так, ну я, пожалуй, вы как-то все-таки сотроплю. Мне нужно сейчас будет. Маш, что ты занимаешься? Рецепт облечения. Итак, рассмотрим ситуацию закоса права. В этом случае нужно поворачиваться налево. Значит, вершинка А, у которой тут левое поддерево сейчас меня неинтересующее. Вершинка Б, основание ее правого поддерево. И два поддерева здесь. Ну, соответственно, так. Левое, правое и центральное. И у А нарушена балансировка. Сейчас надо сбалансировать А. То есть, высота L не менее, чем высота... Сейчас, секундочку. H у нас здесь плюс 1 к этому делу. Получается, что у нас H, L оказалось меньше, чем высота C и R. Чем высота H. Сейчас, секундочку. Максимального из, да? Максимальная высота H. В общем, короче говоря, мне нужно вот это вот поддерево опустить, а вот эти вот чуть-чуть приподнять. Но есть такая ситуация. Сейчас я предполагаю, что у меня... Ладно, давайте сейчас подробностей чуть-чуть позже. Потому что тут еще важно, чем возникает вот это вот соотношение высот C и R. Итак, что я могу сделать? Я могу поднять вершину B, опустить вершину A, передать центральное дерево в правое полдерево вершине A. Это всегда можно сделать, потому что ключи его между A и B заключаются. Левое остается U, а правое остается U, B. Поддерево. Да? Вот такой вот переход. Это называется малое левое вращение. Ну или просто левое вращение. Здесь очень важно, чтобы Hr не равнялся Hl. Понимаете? То есть поэтому на самом деле вот это вот требование не совсем такое. Здесь важно, чтобы Hr было больше, чем Hl. То есть Hl должно быть меньше, чем Hr. Понятно? Потому что иначе, если Hl равно Hr, то я поменяю шило на мыло. Одну несбалансированную ситуацию я поменяю на другую несбалансированную ситуацию. Понятно? Давайте пример. У меня есть вот такой вот закос, но центральное дерево, вот оно, центральное дерево, да? Вот у меня сейчас дисбаланс вот сюда возник, да? Я смотрю и думаю, так, что мне делать? Внага, а это вершина мне сейчас А, а вершина Б. А, ну это единственное, что у меня получится право поварить. Давайте правое вращение сразу нарисую. Правое вращение. Правое вращение. Ситуация, когда А внизу, Б вверху, левая, центральная, правая. И я при помощи правого вращения А приподнимаю, Б приопускаю, да? И передаю управление центральным поддеревом в вершинке Б. И С, Р. Соответственно, это можно делать, когда у меня H, R, когда H, R больше, чем H, L. Да, ну и учитывая то, что они на разных уровнях, когда у нас получается как раздельный баланс плюс один еще, да? От этого варианта. А там есть право, что... Итак, ситуация, когда у меня H, вот этого L, равно H, R, а при этом все зависит от С, да? От того, что у С большая высота, вот она сейчас, вот такая, да? У меня сейчас правое вращение, выравниваю вообще баланс вот у этой вершинки А, оно не поможет, потому что оно нарушит баланс вершинки Б. Давайте сейчас нарисую балансы. У меня У, Б, закос вправо, да, это ровненько, это закос вправо, У, А, закос влево. Да? А, что я делаю? Я говорю, ну давайте поменяем их места, вершинку, ну я поднимаю наверх, а? Что, что? А там не должно быть H, R, меньше H, R. Это в Болгарии традиции. Где? Браво. Ой, я! А потом, как ты видишь, айс, вешать их на дерево, пока, и оно типа, строите уже. А, я подменял места, айс, 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 айс. Управление над вот этим деревом передаю А, да, правое его поддерево остается принадлежащим еврею, У, Б, А, туда, и У, Б, приподнялось его поддерево. Балансировка так появилась? Нет, у меня теперь У, А, все в целом в порядке, да, но У, Б, плюс 2. Поэтому, чтобы решать вот такие ситуации, существуют еще сложные, называется, большое левое вращение и малое левое вращение. Соответственно, большое левое и большое правое. И большое правое вращение. В большом левом вращении мы рассматриваем вот это С, разбивая его на два поддерево. То есть я рассматриваю, собственно, А, А, Б и С, и, соответственно, поддерево. Левое, это У, Б, правое, ну, а у этого товарища, М и М, деревья, М и М. Так, здесь исходной ситуацией является такая, что у нас, соответственно, Б, у него левое А, а у А правое С. Ну, и, соответственно, у нас у А левое поддерево Р, а здесь М и М. Как решаются эти обе ситуации? Одинаково. Назначаем С на Ч. Значит, еще раз. Очень важно понимать инвариант двоичного дерева поиска. Та вершина, которая левее других вершин, она должна остаться левее. Левее в каком смысле? То есть они, как бы, можно себе представить, нанизаны на палочки такие, да, вершины. Поднимать, опускать я могу, а передвигать влево-вправо не имею права, потому что это изменит порядок следования ключей. А ключ за вершиной привязан жестко. Понятно? Менять ее вверх-вниз, двигать, и, соответственно, иерархические отношения между ними, пожалуйста. Но влево-вправо пересортировывать нельзя. Значит, здесь что я делаю? Я повышаю С в начальнике над А и В. И там, и там. Я говорю, ну, хорошо, просто С поставить, В этот поставить начальником вместо А, не решает ситуацию. Поэтому А вместо В тоже. И когда это не происходит, не получается, тогда давайте С поставим начальником. С начальник, А и В подчиненные. Да? Та же самая ситуация тут. С начальника и В подчиненные. А эти деревья, как раз их 4 штуки. И они слева-справа остаются при этом ровно там, где надо. Ой, прошу прощения, вот С нет. Ровно там, где надо. А именно между А и С, между С и В. Вот они там остаются. Итого. Итого. А, да, еще один момент. Для технической реализации можно заметить, что большое левое вращение это комбинация двух вращений. А именно, я здесь что делаю? Я меняю С и В местами. То есть я повышаю С, а опускаю В. Да? И С с А меняю местами. То есть С становится начальником на А, А попадает в подчиненные. Понятно? То есть это право-левое вращение. А большое правое это лево-правое вращение. И оно у нас возникает именно тогда, когда у нас разбалансировка идет как бы вот так навстречу. То есть у нас вот это разбалансировалось справа на плюс 2, но в правом поддереве у меня минус 1. Понятно? Это значит признак того, что нужно делать в данном случае какое у нас получается? Право-левое вращение. Да? И оно нам решит, собственно, то. Так. А? Что у нас по времени? 13.33. Сейчас я посмотрю, что я успею вам рассказать. Значит, дерево. Я сейчас ввел вам понятие балансировки. Сказал о том, какие существуют механизмы. Механизмы возвращения баланса. И остается сказать о том, как называется алгоритм, который вот всю, точнее не только алгоритм. Алгоритм это когда он один конкретно алгоритм. А здесь вы уже понимаете, что реально двоичное дерево поиска. Это целая структура данных, у которой на добавление один алгоритм, на поиск другой алгоритм, на удаление третий алгоритм. И еще и все время пересыпаем балансировкой. Так вот, получается, что у нас структура данных в соединении с алгоритмами по работе с ней, она какой класс образует? Понятно? Поэтому, собственно, я, кстати, курс так называю. Говорят не просто алгоритмы, а говорят алгоритмы и структуры данных. То есть нам очень важно, что мы своими алгоритмами поддерживаем и сохраняем ее структуру. Потому что пока вот это я писал, я же не только о балансе. На самом-то деле очень важно, чтобы у нас двоичное дерево поиска не перестало быть двоичным деревом поиска. Чтобы не нарушилось правило с отрывки по ключам. Так вот, у нас это дерево, которое я вам описал, без подробностей, называется АВЛ-дерево. Вот это дерево, хотя вопросы о поворотах они везде будут, но если я для каждой вершинки буду хранить параметр баланса, и при добавлении вершинки в левое или правое под дерево я буду аккуратненько говорить, куда баланс смещается, и прорабатывать, что произошло, если я добавляю в левое под дерево, и у меня при этом произошел запрос. Как при этом у нас происходит ситуация, да? Я не успею сейчас, как все равно это все полно. Так вот, дерево, где хранятся вот эти вот дисбалансы, называется АВЛ-дерево. АВЛ-дерево является самобалансирующимся. При этом, ну давайте что-нибудь, там много алгоритмов. Алгоритм добавления вершины, вкусно. Процесс включения вершины состоит из трех частей, описан Николасом Литвом. Проход по пути поиска, пока не убедимся, что ключа в дереве нет. Второе. Включение новой вершины в дерево и определение результирующих показателей балансировки. Обратите внимание, то, что у нас сейчас было, добавление, да, кинца, там не было контроля за балансировками. У меня у звена не было показателя балансировки. А в принципе можно его добавить. Ноды точка баланс. Селф точка баланс равно, ну, ноль. Изначально ноль, да, когда она лев пройдет, одинаково, да? Так вот, оказывается, что после того, как мы включаем новую вершину в дерево, спуском вниз, надо пробежаться наверх и подправить балансировки. И третье. Отступление назад по пути поиска и проверка в каждой вершине показателя сбалансированности. Ну, возможно, можно и спускаясь, посматривать на балансировки. Но в любом случае, возврат с балансами, да, с балансировками, он происходит снизу-вверх. Потому что вполне возможно, что удлинение левого поддерева, оно устранится малыми поворотами там внизу, а не где-то сразу наверху. Понятно? Ну вот, это так, примерчик. Понятно? То есть, в принципе, модификация того же самого у нас балдеет. Так, ладно. Теперь. Второй вариант. Второй вариант бонус-вверх. Я тоже не буду сейчас даже пытаться привести вам все эти алгоритмы реализованные, потому что это, ну, такая суровая работа. Я бы сидел, ну, тут распечатал по себе и вам диктовал. Это мы бы записывали. Хотя хорошо бы, чтобы этот код у вас таки был образцовый. А? Как это делать? А? Может быть, в Википедии? Нет, в Википедии, безусловно, описано. И красное, черное дерево, и АВЛ дерево. Да, но кода, удобного кода на питоне, который я готов вам сказать и расписаться за него. Вот я вам написал код. Вот это тот код, который я вам готов давать. С ним все общо. По поиску, по распечатке, по добавлению, да? Но это код без балансировок. С балансировками кодом становится больше. У меня есть код двоичного дерева поиска АВЛ. Балансировка АВЛ дерева. Но я пока не изучил его и не могу за него подписаться. Нужно какие-то комментарии просмотреть, название всех. Так вот, ладно. Второй вариант поддержания баланса у дерева – это красно-черное дерево. Красно-черное дерево. И то, и то деревья являются самобалансирующимися двоичными деревьями поиска, которые гарантируют логаритмический рост высоты дерева от количества узлов. Соответственно, они быстро выполняют основные операции дерева – добавление и удаление поиска узла. В этом случае у нас каждое вершинство здесь у нас будет хранить баланс. Ему не надо хранить высоты левого, правого по дереву. Достаточно, как это, плюс-минус один и ноль. А если у нас уходит налево, как бы, до минус два, да, ну тогда уж начинаем сразу же решать этот вопрос. Так, значит, здесь понятно. А здесь у нас вершина хранит цвет. Так, узел хранит цвет. И все. Название получило в статье Гримпаса и Седжвика, 78-й год. В журнале были доступны две краски – красная и черная. Понятно? Так, значит, свойства. Свойства. Каждый узел имеет атрибут цвет, принимающий значение красный или черный. При этом накладываются дополнительные требования, кроме обычных требований к двоечным деревьям поиска. Узел либо красный, либо черный, при этом корень черный. Корень черный. Далее. Все листья черные. При этом в двоечном дереве поиска красно-черном хранятся узелочки, вот, ну, вот эти ниллы, нул наши нады, короче говоря. Вот они у него хранятся и являются черными, да, вот они считаются черными. Значит, я вот так напишу, листья дна, черные. Вот, ну и соответственно, у красного узла оба потомка черные. У красного узла оба потомка черные. Ну или короче говоря, у черного узла потомок может быть и черным, и красным, а у красного обязательно потомки черные. Не может быть потомком красного красным. Ну и оказывается, что всякий, да, последнее свойство, всякий простой путь от данного узла до любого листового узла, являющимся его потомком, содержит одинаковое число черных узлов. Или короче говоря, черная высота левого поддерево строго равна черной высоте правого поддерево. Черная высота, это что получается? Количество черных вершин, да, в дереве от корня до листового. Ясно? Черная высота правого поддерево. Пересчитали черные вершины, сколько их штук сверху вниз по высоте. Красный не считаем высоту. Вот, и оказывается, что соблюдение этих правил, вот я не записал его, у меня уже некуда. И время наше кончается. Всякий простой путь от данного узла до любого листового узла, являющегося его потомком, содержит одинаковое число черных узлов. Или еще раз повторю. Черная высота правого поддерево равна черной высоте левого поддерево. Понятно? Реализации и того и другого примера я приводить, пожалуй, не смогу. Я оценю возможность демонстрации хотя бы... Нет, уже все, у нас уже там не заканчивается. Значит, что вам нужно будет делать? У вас предстоит сейчас лабораторная работа на этой неделе. Можно будет выдохнуть после контрольной лабораторной работы сделать. В смысле лабораторная работа практическая. Не контрольный, не контекст. Через раз вас ждет контекст на двоичное деревье поиска. Он в процессе подготовки. Там нужно будет определять, искать, добавлять узел в дерево, проверять балансированность дерева. Ну и на звездочку там удалять, возможно, и, возможно, даже балансировать. Посмотрим, насколько задачи адекватны. А вы попробуйте реализовывать. Все, спасибо большое. Жень, Женя.